В 14-й раз изученный процесс организовывает публичное пространство для того, чтобы мы могли с вами услышать нечто важное про Беларусь, про нас с вами и обсудить, поддельфицировать. Если посмотреть историю 12-й лекций, то чаще всего лекторы обращались к городу и миру с некоторой провокацией, провоцируя их на обсуждение той или иной темы. И сегодняшняя лекция тоже провоцирует нас на обсуждение необходимости и возможности диалога с государством. В принципе, сам смысл понятия права человека, правозащиты предполагает наличие некоторой коммуникации между человеком и государством. Это может в разных формах проявляться, диалог, наверное, наиболее цивилизованная и демократичная форма из всех возможен. Но вот сразу как-то так думаешь о соразмерности субъектов. Человек и государство. Но я думаю, что каждый из вас, если его так попробует подумать, то ощутит это явно не соразмерность. Явно, что государство как субъект больше, чем человек, как в таком случае вести диалог, предполагает некоторое равноправие. Для меня, в принципе, понятно, как это ведется в демократических государствах. Там существует институт посредничества. Организации общественные, какие-то компании гражданские, институты. То же самое институт англосмена, который берет на себя посреднические функции, которые имеют такое право и мотивируют такое право защищать права человека и вступать в диалог с государством. Но вот что делать в государствах, где такие альтернативные инициативы запрещены, где они не принимают его внимания, где они не игнорируются, для меня вопрос. Тем не менее, что-то нужно делать. Явно в нашей стране ожидать, когда ситуация разрешится сама собой каким-то образом. Глупо разрешится либо когда-нибудь, либо так, как нам хочется. И как-то ситуацию начать нужно и явно и понятно всем необходимость вступления в этот диалог. Мне кажется, что в таком случае субъектом, соразмерным государством, чтобы государство, если не по своему желанию, по крайней мере по безысходности ситуации должно было вступить этот диалог, может быть лидер, лидер, с которым стоят люди, стоят городское общество. И вот на то, чтобы эти лидеры появлялись, чтобы их высвечивать, чтобы поднимать авторитет, чтобы работать на авторитет этих лидеров, с этой целью в том числе и создавались публичные лекции оргии ТОП. И вот сегодня это как раз так особенным образом актуализировалось для меня, потому что сегодняшний лектор, на мой взгляд, именно на такую позицию лидера, которого необходимо, нужно слушать и поддерживать, и деду и видеть, где-то уже как-то и занимать. Елена Конкачёва, правозащитник. Уважаемые дамы и господа, для меня большая радость сегодня видеть так много людей, несмотря на то, что сегодня прекрасный вечер пятницы, чудесные походы. Я думаю, что каждый вечер уж точно нашел бы, чем заняться, ну, таким вот тем, что городовское с удовольствием принято вместе, где наоборот. Большое спасибо за интерес к теме. Для меня крайней неожиданностью является то, что нам здесь не 10 человек, которые подруг друга знают в лицо. И это, конечно же, со своей стороны определенного рода сейчас вызов для меня. Потому что я буду говорить о том, чем я занимаюсь. Соответственно, я не являюсь нейтральной. Соответственно, я буду говорить о том, что представляет сферу моего не только профессионального, но и гражданского общественного интереса. Я еще раз повторяю, я не нейтральна. Моя позиция обусловлена тем, чем я занимаюсь. Я занимаюсь этим осознанно и много лет. Более того, тезисы, которыми я хочу с вами поделиться, они, ну, я бы так сказала, результат не только профессиональной как защитной деятельности, но и результат достаточно длительной образовательной деятельности по правам человека. Соответственно, я претендую и имею амбицию на то, что я понимаю, где есть критические точки непонимания, за которыми, вот такого, знаете, базового непонимания в связи с правами человека, за которыми живут вот те последствия, а я полагаю, что это именно последствия, достаточно пассивного отношения граждан к проблематике прав человека, достаточно пассивного поведения граждан в отношении защиты и отстаивания собственных прав и свобод, и достаточно пассивного участия граждан в солидарных действиях, в тех ситуациях, когда солидарные действия являются необходимыми, И, собственно говоря, это не подвиг. Это скорее то, чего мы не делаем, хотя могли бы, без ущерба для себя. А вот не делаем. Почему? Я претендую на то, что я знаю те базовые точки непонимания, из которых произрастают вот эти вот странные, неприятные и неевропейские последствия. Я буду говорить о себе, я буду говорить о деятельности своей организации, я буду говорить о деятельности коллег из других белорусских правозащитных организаций, я буду говорить о деятельности коллег из зарубежных международных правозащитных организаций. Я не буду делать никаких открытий, я скорее поделюсь с вами тем, что мы обсуждаем среди международных правозащитных активистов, то есть тех, кто, собственно говоря, занимается политикой прав человека не только на национальном уровне, но и претендущий на то, чтобы говорить в общих традициях, связанных с правами человека на международном уровне. Я поделюсь с вами рядом трюизмом, которые, в общем-то, таковыми не являются, но с моей точки зрения это важный трюизм, требующий повторений, возможно, даже дискуссии, какими бы парадоксальными, возможно, это утверждение не звучало. Я не уверена о том, что я буду говорить долго или рассуждать, нужен или не нужен диалог, должны ли мы выступать или не должны. Я полагаю, что как-то по ходу ответ найдется на этот вопрос сам. Единственное, что можно будет поразмышлять над тем, какой диалог нам нужен, потому что с каждым субъектом, даже при жесткой необходимости, мы в такой диалог вступим, либо не с каждым. Мы можем обсуждать, какой диалог нам нужен, обсуждать, нужен нам диалог или не нужен, я думаю, достаточно бессмысленно, потому что вне междиалогового пространства говорить о правах человека не имеет, ровным счетом, никакого смысла, потому что вне диалогового пространства права человека не имеет. А говорить о том, что нет, возможно, и можно, но, по крайней мере, не в рамках этой лекции, не в рамках этой локации. Все люди рождаются равными в своем достоинстве и правах. Кто с этим согласен? Аудитория полна оптимизма, я хочу сообщить вам плохую новость, это лучше. Почему, как вы полагаете, я претендую на это заявление. Возможно, вы имеете ввиду то, что возможности сохранить народа, может, не знать, какие возможности. Возможно. Еще есть версии. Но, правда, цель этого ровности. То есть, вот, правозащитница правозащитного центра весна госпожа Лойко, в отличие от позитивного настроения, считает, что, в общем, вторая господина. Я поддержу. Ну? Что? Ольга, я скажу вам так. Я же не придумала, так сказать, очень спорное утверждение. Оно же составляет статью первую, всеобщая декларация прав человека. То есть, нам врут много лет. Они рождаются на... Ольга! Расскажите мне, в семье американского миллионера рождается ребенок равных правами с ребенком, рожденном в юрте социалистические... Нет, почему? Я делюсь своими сомнениями. Я считаю, что рождаются тоже неравными. Не только в правах, не только в возможностях. Не рождаются. Все люди равными. В нашем, в общем-то, в возможностях равны. Неравность права, не только равны. Может, он заходил изговориться? Ну, один, что они оказываются в такой ситуации, но рождаются. Хорошо. Короче говоря, еще раз повторяю. То есть, я первая в всеобщей декларации прав человека. По крайней мере, о наличии такого документа каждый из нас слышал хотя бы в школе. Я уж не знаю, как там углублялся. Но она вот утверждает, что все люди рождаются равными в своих возможностях и в своих правах. Я утверждаю, что это... Ну, декларация, она же не констатирует там, она говорит о том, к чему мы будем стремиться. Нет, она говорит, что все люди рождаются там. В общем, она констатирует, а дальше рассказывает, в чем. И ни в одном государстве, в самом деле, кратично, декларация про человека нереализованная исполнительность. Я давно не видела такого количества оптимистов. Один квадратный метр одной отдельно взятой аудитории. Вот для меня большое удовольствие, дамы и господа, коллеги, граждане, то есть вот сегодня прямо это слышать. Но я ведь, вот еще раз говорю, как бы грустно ни звучало, полагаю, что это первое утверждение, и оно является ложным. Собственно говоря, что это создаёт предпосылка для твоей защитной работы. Но, как вы знаете, если не было бы товаров, то не было бы людей, которые вы их продавали. Это первое действие. Это первое действие. Это первое действие. И в возможностях людей неровные. И вот здесь, поднимите, люди гуманитарные, люди с гуманитарным образованием. С верхним гуманитарным образованием. Ну, в процессе. В большинстве, в большинстве, в большинстве, в большинстве. Отлично, мне есть, с кем мы договоримся. Вернее так, мне есть, над чем работать. Права человека естественны. Это второй тезис. Проистекают из естественной концепции права. Принадлежат человеку по рождению. Не зависит от социальных условий. Вернее, это тезис. Кто с ним готов согласиться? Вот с естественной природой прав человека. Кто согласен? Нет, вот с естественной природой, с естественной концепцией прав человека. Кто согласен? Нет, это не абстрактный разговор. Это вполне серьезный разговор. Мы же с вами разговариваем о том, что, ну, как права человека, права человека, мы не только это слышим, да? Мы еще и употребляем свои речи, мы прибегаем к этому словосочетанию, к группе аргументов. Люди, а вот тогда возникает у меня вопрос, понимаем, о чем мы разговариваем? Или это такое модное словосочетание, как бы употребляемое в обороте всеми подряд, на всякий случай, то есть правозащитниками, государством для своих целей? Это не лишь могу, можно сказать? Вот, да. Потому что если мы примечаем это как животное, то, конечно, нет. Если мы примечаем это как социальное, то, да. Спасибо, Юлия. Вот здесь вот для меня вот это, как сказать, утверждение уже является верным, потому что утверждение о том, что права человека проистекают из естественной концепции права, то есть я считаю ложным. И это однозначно идет вразрез с тем, что учили мы все, и я в том числе, в университете, так в рамках очень узкого, но тем не менее, попыток преподавания чего-то, связанного с правами человека. Права человека против и естественных. Естественно убивать, естественно выживать, естественно бороться за править. То есть естественно, неестественно, неестественно. А вот права человека это против и естественно. Это то, чего нам, возможно, захотелось в качестве каприза. И то, возможно, к чему мы готовы двигаться. Как бы говоря о том, что наш каприз не просто каприз, а говоря о том, что наше вот это вот желание видеть мир таким, то есть уважающим права человека, предполагающим, что все равны в своем достоинстве и правах. Это то, что мы пытаемся создать, как мир вокруг себя, как мир для себя и мир для других. Никто не будет соблюдать ваши права, никто не будет повышать стандарт в отношении вас, нас, если мы сами не будем этого делать. То есть это не случается ниоткуда, а если случается вдруг откуда-то или ниоткуда, то это не удерживается в долг. Критика, сопротивление, а не стесня. Мне кажется, что есть центральная концепция, потому что это у нас концепция. Настя, я прошу вас сейчас, чтобы пытаться увести меня в ситуацию, когда мы с вами будем вести наукоемкий спор, то есть я не предлагаю противоповставлять естественную концепцию права, то есть другим концепциям, правда, когда же не предлагаю вам разговаривать с точки зрения культурного агентивизма. Я не об этом сегодня опускаемся до базовых понятий. Мы слишком умные не усвоим базовых точек. У нас так много в голове гуманитарного знания, особенно у всех тех, кто походил в университет, потому что мы не знаем, к чему его приложить, потому что окружающий мир другой. Никто со мной не поспорит? Нет. Две реплики. Анастасия, Ольга, и я пойду про свои сомнения с вами дальше разговаривать. Неестественно, природа, правда, а как против, естественно. Адресовано людям, которые хотят увидеть мир другим, то есть не таким, какой он есть. В общем-то, выставить более высокий стандарт и двигаться, и двигаться на стандарт. То это вот моё понимание жизни в текущий момент, Настя. Я просто говорю про то, что ты будешь человеком, и ты всё же веришь. Это идея и стандарт. И у участка идея прибирать концепцию натуральности, ну, за всем может не заманта. Я не предлагаю её убрать вообще для анализа и для того же знания. Я предлагаю сегодня вернуться к более простым вещам и попробовать объяснять их более естественным образом. Так, чтобы мы в конце концов стали хоть как-то понятны кому-то. Чтобы нас было больше. Чтобы когда Беляцкий сидит в тюрьме, это была озабоченностью и проблемой не для одной тысячи человек в свободности в стране. А вызывало возмущение многих. Почему? Потому что, ну, на мой взгляд, очевидно, несправедливо. И на мой взгляд, очевидно странно, почему, собственно говоря, никому планировского количества людей, да, это никакой вопрос. Да? Но это я так хочу вводить мир. Это не потому, что это естественно его так видеть. Ольга, у вас что-то было? У меня нету сомнения в том, что прораживая как естественно, я с этим подбегула, но у меня сегодня нету конкурса. Это все-таки означает его внуля. Словица, что все не равно, что он достоит. Если все не равно, что он достоит, то откуда мы знаем, что каждому человеку присуще то, что мы защищаем? Ольга, не хочу вас расстраивать. Вы занимаетесь только тем, что является вашим капризом. Вы защищаете кого-то, потому что вам так хочется. То есть я могу защищать, мой каприз защищать его, но не защищать его. Нет, ваш каприз вместо того, чтобы поправить на работу в администрацию президента, защищать его. Это ваш каприз, ваше несчастье. Нет, но я не выбираю, я не считаю, что этот человек мне не нравится, потому что у него плохое достоинство. Он не такого достоинства, как другой человек. И я не выбираю. Да, мой каприз был заниматься правами человека, но мой каприз, когда я выбрала меняться правами человека, я теперь не выбираю, плохой человек хороший, какого достоинства я не оценирую. Я вас не понимаю. Я знаю. Вот. Поэтому для меня, когда спорту про достоинство, вообще не понятно. Сами. Последняя реплика, я пойду дальше, если готовьтесь. Можно поспорить по поводу, ну, естественно, если я, вот, на все, девушка очень классная реплика дала, по поводу того, что, если права человека неестественны, почему вы, тысяча человек, еще миллионы человек по всему миру, так хотите ее защищать? Почему вдруг вам всем это захотелось? И почему жиновники в администрации президента и прокурора спивают свою совесть в воду? Я вообще жарю. Да, здесь в целом день права. Шампанский. Если вам неестественно, почему так много людей видят, что это правда? Потому что, как нам в русло всеобщей докладации прав человека, причем в русле достаточно большое количество субъекта. Все те государства, которые сюда, когда объединились, собравшись, вот это все написали, они все дружно всем нам врут. И в этом смысле вот этот документ, когда они собрались, собственно говоря, он выхода не дает. То есть серьезная международная организация вроде как, вроде как с общими, серьезными, базовыми, тривиальными вещами про жизнь, про свободу, про доступ к правосудию, про доступ к правовой помощи, про свободу собраний, про свободу ассоциаций. Но они вроде как зафиксированы как результат диалога, очень тяжелого диалога на самом деле, как результат своего рода компромиссный и как документ, который, несмотря на ложь даже в первой статье, до сих пор работает. В общем-то заставляет государство так или иначе двигаться к повышению стандарта государства. Это как причем? Это как-то идеал, в котором мы должны стремиться. Я отвечаю на вопрос. Вот я полагаю, что весь этот процесс существует только из-за того, что, в общем-то, очень талантливые люди ответственны, ответственны перед миром. То есть это тоже редкая удача, когда такие люди в определенные исторические периоды оказываются в одном месте и в одно время. Собственно говоря, после Второй мировой войны. Что за суровость в вашем взгляде? После Второй мировой войны. Если вы вспомните, в это время в Советском Союзе у нас что происходит с правами человека? С правами человека. Нет, как ничего. В Советском Союзе тотальный бумаг в этом. И, в общем-то, в этот момент даже никто с ним ничего не собирается делать. Ну, не говоря уже о том, что, в общем-то, там, при выходе страны, то есть из Советского Союза, любимой Родины практически невозможно. Что у нас в это время с точки зрения прав человека в Соединенных Штатах Америки? А у нас чуваки сидят, договариваются о стандартах, к которым мы должны стремиться. Что у нас в США в это время? Расовая сегрегация. Полный рост. Что у нас в это время у наших прекрасных, сильных держав Франции, к примеру? У нас колонии. У Франции на этот момент просто колонии. А в Швеции в это время не голосуют женщины. И так далее, и так далее, и так далее. Представляете, до каких вообще горизонтов, да, каждому в тот момент, когда они вот объявляют, подписывают в документ, что всем гарантируется свобода слова, свобода собраний, свобода ассоциаций, право на жизнь. Безусловный запрет пыток и безусловный запрет радостного. И так далее по списку. Представляете, какую нужно было видеть перспективу, как нужно было понимать важность и серьезность того, что произошло в формате Первой мировой войны и Второй мировой войны, чтобы при всех вот этих вот противоречиях, да, и я не побоюсь этого слова, при полном нежелании по большому счету видеть и разговаривать друг с другом, они смогли договориться. Они понимали, что если они не договорятся об этой концепции, если они ее не заложат в этот момент, то, возможно, мир вообще рухнет. Еще один сильный конфликт, ядерное оружие, там, послехимическое, да, вот что-нибудь еще такое, и у мира нет сдерживающих факторов. Его просто не станет. Ладно, теперь про тезисы. Это я к тому, что в междиалоговом пространстве права человека не живет. Они рождались в диалоговом пространстве. Причем в ситуации, когда договориться, казалось бы, да, было невозможно. Они рождались ради того, чтобы выставить планки для развития последующего диалога. И, в общем-то, я согласна с вами в том, что пределов совершенствования, да, если двигаться этим путем, их нет. Тезис тренсий. С чем занимаются правозащитники и вообще люди, которые говорят о правах человека, занимаются они чем-то общественно важным? Если нас тысяча населения, 10 миллионов, можем ли мы утверждать, например, что те, кого интересуют права человека, это не есть общественный интерес? Если нас всего тысяча хватит, там 200 миллионов, это не интерес. Есть ли у нас право говорить о том, что мы занимаемся чем-то, что имеет общественную пользу, что имеет общественный интерес? Или мы так честно стрижем по макушкам модные темы, обеспечивая себе определенный сомнительный пиар и все, что есть наше, скажем так, как правильно сказать, наш интерес, да, это, ну вот, на фоне этой темы быть в каком-то смысле узнаваемыми узким кругом ограниченных людей. Почему? Почему? Не забрал, почему-то. Мне просто кажется, что наше мнение о том, что, людям, интересно, в классе, я не привлечу. Людям очень интересно, в классе. Другое дело, что мы не коммунируем, так как коммунируем правозащитники, но это, когда мы коммунируем правозащитники, то это не будет. Согласна с вами. Сейчас я вернусь к этому. Сейчас я просто хотела бы определить, почему, я еще раз говорю, о том, что, к сожалению, у нас нет возможности спорить, нужен диалог или нет, мы в нем находимся. То есть вопрос просто в оценке того, где в этом процессе мы находимся, и насколько наши стратегии являются качественными и удачными. Значит, так вот, заканчивая тезис про политику. Вот из средств массовой информации государственного, государственных средств массовой информации у нас правозащитники это кто? Это гранта Сурсы, это не пятая колонна, тут сейчас вопрос о политике, да? Это резиденты иностранных размеров. Резиденты иностранных размеров. И еще я бы сказала эти, плохо образованные, нереализовавшиеся в другом, какие-то, значит, вот такие книжки. И оно бы ладно. То есть, если соотносить это с вопросом о лятной колонне и о резидентах иностранной разведки. Это уже очень важное смещение, между прочим. Причем я бы даже не стала спорить, тут проблема только в том, что, как правило, путаешься. Какой именно разведке ты оказываешь эти услуги максимально эффективно? То есть, да. Политик. Занимаются ли правозащитники политикой в понимании правозащитников? Правозащитники не занимаются политикой, в смысле политики как способа борьбы и прихода власти. Правозащитники занимаются тем, что называется public policy, то есть общественная политика. Правозащитники занимаются общественной повесткой. Правозащитники не занимаются вопросами прихода к власти. Правозащитники не занимаются вопросами смены власти или режима. И в этом смысле я готова и хотела бы обратить ваше внимание на то, что, например, в английском языке два этих понятия, они разведены в два разных слова. В русском языке слово политика объединено вот этим одним словом. И о понятии общественная политика, общественный интерес, говорят в обществах, которые с достаточно высокой активностью граждан и с мотивированной претензией граждан на активное участие в общественной жизни. Повторяю еще раз, в смысле политики как борьбы за власть, это не дело правозащитников, это дело тех, кто принимает для себя политические функции. Почему достаточно часто, скажем так, дискурсы смешиваются? Почему? Потому что, на мой взгляд, практически любой современный политик либо человек, претендующий на некую такую роль, он обязательно использует риторику прав человека. Мы будем обязательно видеть в каких-то странных, или, может быть, не очень странных, даже, может быть, серьезных политических компаниях, даже некоторые действия, которые можно спутать с правозащитными. Но, собственно говоря, при иногда достаточно очевидной внешней схожести мы занимаемся очень разными вещами. Понятно ли? Я не знаю, что ты будешь делать. А? Если ты будешь, ты будешь, ты будешь делать. Хорошо. Пока говорю, то ты будешь понимать. Ну ладно. Значит, четвертый тезис, про который до тех пор, пока мы его не усвоим, мы вообще ничего не понимаем про права человека. Про права человека – это всегда, если мы не используем это слово «сочетание не к месту», это всегда вертикальные отношения между государством. А кто мы поможем? Вот здесь, между прочим, вот в этом месте, ему есть с чем было со мной не согласиться, я вам могу сказать. Вот там по предыдущим тузам, я думала, что, конечно, было бы много вопросов. А вот тут, не знаю, что он уже решил падать, и у нас случай у нас плохой. Значит так, между государством и гражданином. Это всегда только здесь. Права человека не живут между гражданином и гражданином. Это всегда отношения между гражданином и государством. И даже если гражданин этого не хочет, то эти отношения к нему приходят. То есть они его окружают. В другой конструкции не живет ситуация с правами человека. Скажите, пожалуйста, мы можем не разговаривать с государством, даже если, например, вообще ничего от него не хотим, просто хотим, чтобы оно нас не трогало никогда? Нет. И все многообразие, казалось бы, вариантов, когда мы говорим о правах человека, к сожалению, они живут именно в этом формате. Дальше. Где живут права человека в конструкции между гражданином и государством? Права человека живут вот здесь. Вот они. Права человека. Что мы можем себе представить под этой вот линией? Ну, это своего рода щит для граждан от вмешательства государства. И это своего рода посредничество между гражданином и государством. Щит от государства и посредничество для гражданина. Вот это есть рамка прав человека. И вот это есть место права человека. Где, если политиков пытаться строить в эту превентивную схему, вот политики у нас живут скорее вот здесь. Ну, то есть прямая политика, связанная с борьбой за гражданином. Одна группа стремится к получению власти и, собственно говоря, к приходу на функцию управления государством. Какая бы политическая сила ни была на этом месте, права человека и государства – это единственная концепция, то есть это единственная конкурсия, в которой существует вообще дискурс о правах человека. Соответственно, любое государство является носителем тех или иных нарушений прав человека. До тех пор, пока существует государство, даже если там на позиции власти находятся очень хорошие люди, находятся ответственные политики, не только использующие в качестве риторики вопросы дискурс о правах человека, вот именно здесь есть источник нарушений прав человека. Понятно? Достаточно часто, мы ведь очень, как сказать, широко образованы, да? Начиная разговор о правах человека, можно услышать, что права человека – ну, это, например, только вопросы политических прав и свободы. или можно услышать, что права человека – это даже если, например, в травме все душно, а кто-то из граждан в отношении других граждан ведет себя там нехорошо. Вот. Это тоже про права человека. Все это забыть. Только когда вы видите вот этих вот два субъекта, у вас могут возникнуть вопросы, связанные с конструкцией и с методами защиты в рамке прав человека. Вопросы. Лена, это хорошая схема, да, она такая понятная, классная схема, да. Даже гуманитарное образование есть, и лучше. И лучше ему медтехническое. Да, лучше ему медтехническое. А вот естественное образование. И у меня возникает, естественно, вопрос, насколько это. Я знаю, что существует, вот, как она считается, тридцать – коронавирус, второй, тридцать – а бизнес – место для бизнеса. Знаете, что я делаю? Я подкапываюсь под ваш дизис, что нет… Вот здесь нет отношения между гражданами. Поэтому я вытаскиваю в бизнес. Я его в сторону предлагаю вам ставить сюда. Сможете найти место для бизнеса вот этой вашей сфере? Ясно. Я понял. Вы живете в республике Белорусс. Спасибо. Я, а вы? Я в этой республике еще и правами человека занимаюсь. А вы чем? Я много чем занимаюсь. А я правами человека. У вас претензии к химии? Честно, у меня вопрос, а вы сразу ищите претензии. Вы становитесь в претензии государства, и вы им пытаетесь давить опоза на меня как-то награждать. Что интересным вопросом сделать вообще? То есть в России? Здесь нет бизнеса. Здесь нет, не только бизнеса. В республике Беларусь возможно его нет. Смного, чтобы нет на этой схеме. На этой схеме нет, ну, я не знаю, там, всего многообразия мира, на самом деле. Само собой. Здесь нет международного окружения. Правильно я понимаю. Здесь все, что вы говорите, имеет отношение только к ситуации республики Беларусь, где существует государство и правдолюб. Это универсальная схема. У меня просто бизнес тоже, что нарушает права человека кримических трудовых прав. Знаете, моя коллега Луна Смолянко сейчас кивает вот так вот активно головой, предлагает мне, я так понимаю, не развивать дискуссию по этому поводу. Мы с вами, честно вам скажу, находимся в тех точках затруднения, при которых очень удобно говорить обо всем остальном. Ну, например, о том, что бизнес нарушает права. Да, мы ушаем. О том, что, я вам даже скажу страшную вещь. То есть есть четвертое поколение прав человека, где некоторые философы современности пытаются бизнес поставить на буй сюда, вот в эту позицию, вот так вот, да? И сказать, что по большому счету, в современном мире, в большинстве случаев, именно международные корпорации и всякая остальная, все остальные субъекты, не существующие на этой схеме, да? Про какое четвертое поколение? Давайте разберемся. Вот для того, чтобы мир вокруг нас как-то был другой, да? Нам нужно просто разобраться с базовыми вещами. У нас с базовыми плохо. 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 Может, лучше поставить еще государство в власть? Ну, государство, потому что, ну, власть, она, собственно говоря, по идее, по идее, да? Там не должны оказываться плохие люди. Ну, то есть, если у нас все бы это работало правильно, да, там не должны были бы оказываться совсем плохие люди, для которых дискусс прав человека является, к примеру, чужим, да? То есть, ну, они все равно оставались бы источником нарушения прав человека. Я понимаю, вы тоже делали. Какой пример государства, где в идеале работает данная система, где государственная нынешняя власть спокойно оставляет и уходит за ширмой, например, и дает следующую? Мы можем говорить, в каких нарушениях прав человека больше, в каких, вы скажете, или меньше, в каких, какой характер они имеют. Ну, и назвать вам страну, в которой права человека в идеале, я не знаю, защищены, обеспечены и гарантированы вот этим самым институтом, да, то есть, конечно же, я не смогу, потому что с таких сравнений нет. Так, у меня просто маленькая реманка совершенно. Мне кажется, что вот какое-то непонимание, которое есть, и я сама немножечко уже начинаю говорить со своими пониманиями, оно связано с статусом, да, этих мест, которые обозначены, государства, гражданина и государства, связи между ними. Потому что если в том месте, на котором сейчас, например, государство, есть источник нарушения прав, то тогда совершенно правомерный вариант, что там может быть и бизнес, и люди, и родители, и еще что угодно. Но это не будет рассматриваться нами в концепции прав человека. Это будет рассматриваться нами в концепции гражданского взаимоотношения между гражданами и гражданами, между бизнесом и гражданами. Мы не будем включать туда всеобщую декларацию прав человека. Мы не будем включать туда комитет ООН по правам человека, как место, куда можно обратиться по этим вопросам, да. Это все будет жить либо в рамках системы гражданской правовых правоотношений, либо национальных причем. Либо это будет жить в системе уголовных правоотношений. Опять-таки, потому что, в общем-то, примеров может быть масса, да, то есть и нарушений может быть масса. Когда мы говорим о правах человека, это живет только в такой конструкции. Я с этим не разу вспорила, но мне казалось, что если государство здесь, именно потому что мы здесь прислышим нарушения своих человек, но это гарант их соблюдения. В первую очередь. То есть, в первую очередь, это равное. Это две стороны Луны. Я бы так сказала, да. Почему? Потому что государство обязано обеспечить соблюдение и защиту прав человека. А больше, но не обязано. Государство обязано обеспечить защиту прав человека, да, но при этом государство является источником и носителем нарушений. Почему? Потому что перед гражданином эту обязанность имеет только государство. Ну, я бы. Тогда как бы пропадают все остальные сутки, и тогда все остальные ситуации, и становятся... В рамках концепции прав человека. В рамках концепции прав человека. Существует масса других еще, да. Когда общество защиты прав потребителей делают крайне важную и огромную работу. Возникает вопрос. Они борются за защиту нарушенных прав? Борются. Они помогают людям восстановить нарушенное право? Да. Имеет это хоть какое-то отношение к концепции права человека? Нет. Когда я иду в медицинское учреждение, поликлиника, либо больница, и получаю, который является государственным, и получаю отвратительного качества медицинского услуга, скажите, пожалуйста, это имеет отношение к правам человека или нет? Это не имеет отношение к конструкту прав человека. Но если я прихожу в государственную поликлинику, и государственная поликлиника по запросу непонятного комитета госбезопасности, например, выдают всю информацию, связанную с моими медицинскими показаниями, связанную со СПИДом, с абортами, еще с чем-то, еще с чем-то, еще с чем-то, будучи обязанной быть сохранен конфиденциально, вот я в этом случае имею механизмы и ситуацию, связанную с правами человека или нет? Да, имею. Вот в этом случае имею, потому что государство обязано, обязано эти данные обеспечить конфиденциальности. И как только случилось вот это, предположим, в рамках медицинского учреждения, я буду с ним разговаривать с позиции конфликта в зоне прав человека. Но если мне просто оказали плохую медицинскую услугу, вы простите, вот как-то так на уровне социальной политики, о чем-то мы с государством более высокого уровня и качества услуги не договорились, сами себе виноваты. Можете вытащить, говорим, там четвертый уровень, где... Четвертое поколение. Поколение, да, а вот предыдущие три, вытащите, что там за схема? Буду, это схема там все такая же. Кто из аудитории мне поможет и подскажет, какие у нас есть? Это программа седьмого класса, вообще образовательной школы, третья, три поколения, прав человек. Вы, это нормально. Вы же не одинокие с этим вопросом, видите? То есть мы все вот примерно вот в этом вложении, но мы готовы спорить, естественная у нас природа или неестественная. Три поколения прав человека. Кто? Личные, первого поколения было. Гражданские. Гражданские и какие еще, и политические, и социально-экономические. Мы сделали это, у нас есть хотя бы один вопрос, по которому у нас полный консенсус. Вы удовлетворены? Но для этого нужно было объединить большое количество, в общем-то, далеко не последних умов, собрать их в одно место и заставить, в общем-то, серьезно. Я не только думаю, что государство таковое винное из-за того, что оно должно иметь и полномочия, и функции защиты, да. В том числе государство это единственный субъект, потому что эти самые граждане отдали часть своего суверенитета с одной стороны и определили, что государство это единственный субъект, который может пользоваться принуждением этих граждан. Больше никто закон, а не бизнес, не политик. Все хорошо. То есть рычагами регулирования наделен именно этот субъект. Но он это должен делать в пользу кого? В пользу граждан. И чем вот это вот пространство, вот это пространство, да, больше, тем более гуманнее и более ближе к государству вот к этим вот стандартам, которые к нам начинают стерилизации. Так. Может быть, я что-то недопаду. Вот эта линия, да, где написано «правый человек». Я так понимаю, что неправда ли, что она должна быть опущена чуть-чуть ниже, так как, если один гражданин нарушает права другого гражданина, то между ними не должна быть возникновения. Ну, другой вопрос, что государство должно сделать так, чтобы... Я что делала полтора часа? Сколько я делала? Я что делала? Я что делала? Я что делала? Я что делала? Я вам говорю, граждане у нас тут здесь живут. Гражданин, гражданин. Выходит Танкачева, ругается матом на улице, что оскорбляет пять стоящих рядом добра порядочных граждан страны. Это вот здесь. Выходит Танкачева и облаивает матом невозможно. Милиционер. А милиционеры не граждане? Нет. Милиционеры в сумме. Как только он в форме, и как только он с удостоверением, и не дай бог еще и сами заморожаем, или за дубинкой, он вот... Для меня он не гражданин. У него ответственности и обязанности в отношении меня в этот момент больше, чем вот здесь. В разы. Но это не права. Про милиционера? Да. Вот когда Танкачева выходит, милиционер не рыбается. И, не знаю, это уже получает. Я вам даже хочу сказать, что Танкачева выходит и ругается, матом на милиционеров, и за это получает, то это права человека, и он виноват. Потому что все, что он в этой ситуации может сделать, это, собственно говоря, Танкачева. И написать об этом на доске позора районник, к примеру. Идет монету еще и видит. В школе ей скажет. Друзья, отвернулся. Это будет соответствующий механизм, так сказать, воздействие на плохо воспитывания Танкачева. Нету граждан в схеме в рамке прав человека. Граждане у нас живут вот здесь. Если сосед подпалил хапу другому соседу, этого соседа посадят по Уголовному кодексу Республики Вольф. То есть государство может... Он не сможет встать в суде и сказать, что согласно всеобщей декларации прав человека, я имею право на хапу, которая, ну что ж, ничем не хуже, чем ваша. Если сам отстроить такую не могу, то и вы такой, как у вас. Собственно, права не имеет. Это не имеет отношения к праву человека. Теперь про то, посредством чего обустраивается правозащитная деятельность, возвращаясь к вопросу... Ну, то есть схему запомните, да? Если мы не разговариваем, то мы тогда вообще не разговариваем о правах человека. То есть права человека невозможны без разговора между субъектом человека и государственным субъектом, находящимся на второй стороне отношениями. Правозащитники, они вообще для государства кто? Враги, резиденты разведок? Или они, собственно говоря, друзья? И я бы даже сказала, что их нужно всячески, если не из госбюджета пащли, и, по крайней мере, не ругать их, как это называется, пятой колонной и отбороской. Бой, бюджетный, бюджетный, бюджетный. Я полагаю, что государство, в котором правозащитники сидят, хотя бы один, то очень слабое государство. Это государство, которое для того, чтобы не вести диалог или не вести разговор, думает, что нужно вторую сторону просто сделать вид, что ее нет. А если нет возможности сделать вид, что ее нет, то ее нужно, в общем-то, либо дискредитировать, то есть, либо посадить. Вот для меня, когда речь идет о том, что правозащитники где-то сидят, это, ну, фактически диагноз того, что с государством и с властью что-то не в порядке. В нормальном, сильном государстве роль правозащитника, то есть, признана, как необходимая для нормального развития отношений между обществом, гражданами и государством. Почему? Потому что, фактически, возвращаясь к предыдущей схеме, повторю еще раз, это не только щит, это модератор. То есть, между социальными очагами надвижения, между проблемами, складывающимися в отношении отдельных социальных групп, в отношении отдельных острых вопросов, а мы уже договорились о том, что нарушения прав человека есть и будут. Вопросы в их характере и в зонах их проявления. Так вот, функция правозащитника вторая, это модерация вот этого процесса. И любое нормальное государство, поощряя такую деятельность, то есть, признавая полезность ее существования, я не говорю укрепляя, признавая пользу как бы вот этого дела, фактически государство от этого становится сильнее и стандарт в отношении граждан повышается. Более того, снимается то, что есть вот такие вот зоны латентных конфликтов, которые, как правило, как мы знаем, то есть, если с ними долго не работать, сделать вид, что их нет, они никогда не одеваются, они потом только проявляются с большей разрушительной силой. Здесь про то, как мы это делаем, посредством каких механизмов мы вот этот вот щит и модерацию выстраиваем, и можно ли то, что есть сегодня, назвать хоть сколько-нибудь диалогом, который, по моим представлениям, без него не бывает, я уже сказала. Как мы это делаем? Как правило, правозащитная деятельность любая. Я повторю, что правозащитная деятельность, вот сейчас модно говорить, как правильно сказать, вот Вадима Владимировна Мацкевича, которую я очень люблю, второй год листает реплика про то, что каждый сегодня правозащитник, вот, конечно, очень красивая конструкция, но согласиться с которой я уж точно иногда не смогу. Почему? Потому что правозащитная деятельность это деятельность системы, это деятельность спланированная, это деятельность, направленная на достижение абсолютно определенной цели, а целью является изменение ситуации с правами человека. Если Владимир Владимирович Мацкевич, например, защитил свое нарушенное право в суде, он молодец, он уважает себя, и все. Конечно, если он не ставил себе целью, то есть изменить окружение, то есть создать некий, если он не спланировал это действие именно таким образом, то есть он не поставил перед собой задачу, если этот друг не предрекол на собой, то есть изменений в отношении других аналогичных случаев. правозащитная деятельность повторяет системная, спланированная, целиориентированная деятельность, впоследствии каких методов и что, собственно, отличает нас от политиков в этом смысле, мы действуем. Образно говоря, таких групп, методов, их, в общем-то, не так много, их четыре. Это группы действий, которые рамочно можно назвать общественными, политическими, методы политические, но не цель изменения власти при участии в самой политике. Общественные, политические, просветительские. То, что я сейчас делаю, общаясь с вами, если это, если отказаться от того, что не представляет удовольствие, то вот это, в общем-то, попытка не просветительских, то есть использование в деятельности просветительских методов, и действия правовых. И несмотря на то, что мы говорим про «правозащита», правовые действия это одни из вот этих основных, то есть четырех. Правовые действия, как правило, как правило, в лучшем случае, составляют 20% от общего объема действий, для того, чтобы компания либо достижения цели были возможными. Правовые действия хороши были бы в правовом государстве с высокими стандартами судов и других правоохранительных органов. Правовые действия самые слабые в мультуритарных режимах. Мы можем быть тысячу раз правы и уверены в своей правоте. Мы можем тысячу раз стучать судье по голове всеобщей декларации прав человека приносить прокурору и засчитывать ему слух письменных власть на стол стандарты связанные с правами человека и мы ничего не добьемся в рамках только правовых действий. По крайней мере в той ситуации, которая есть сейчас. Только правовых. Только правовых. Это грустно, потому что я училась права, когда я училась в Белгос-Университете на юридическом факультете, я была уверена, что какие общественные действия, какие политические, одни идиоты стоят на помощи с флажками. То есть какие митинги и забастовки, люди нечего делать. Быстренько все оформили в бумажки, подбежали, то есть всю с прокуратурой, если не со второго, так с третьего раза. Во всем мире юристы важны люди. И это правильно. Не работает. Право в авторитарных режимах. И в связи с этим почему у нас появляются, как вы думаете, даже в государствах, где судебная система работает самостоятельно и с высоким стандартом управления правосудия, почему у нас появляется потребность в квазисудебных органах. Ну, например, в таких, как Европейский суд по правам человека либо комитет о правах человека. Когда гражданин вот из той схемы, никак не разобравшись с государством, имеет возможность обратиться в надгосударственные квазисудебные органы. Либо практика применения такого законодательства является несоответствующей стандарту. И в этом смысле, когда речь идет о правовых методах, государство, создавая квазисудебные органы, государства, европейские государства, соглашаясь о компетенции европейского Суда по правам человека, государство объединенное в рамках организации объединенных наций, создавая механизмы комитета ООН по правам человека. Они признают загражданами своих стран право на обращение в квазисудебные органы в случае, если в рамках национальной системы Граждане не получили должной защиты прав человека. Когда государство об этом договаривались и принимали на себя соглашение о том, что такие органы могут существовать, государство, будем надеяться, осознанно подписывались под тем, что право на ошибку у государства тоже есть. И тем самым должны быть механизмы, которые за рамками национальных правовых систем позволят эту ошибку устранить. И тем самым усилить нормальное ответственное государство по жалобам, поданным. Ну, белорусские граждане, вы знаете, в Европейский суд по правам человека подать жалобу могут или не могут? Не могут. Отлично. Если это плохо, не могут. Не могут. Для нас единственным в базе судебным таким органом является и остается комитет ООН по правам человека в рамках Организации Обменных Наций. Так вот, я вам скажу, Республика Беларусь, никто ее язык не тянул и никто ее во всеобщую реабилитацию прав человека насильно не гнал. Признавая компетенцию комитета ООН по правам человека, умудряется решение комитета ООН по правам человека не исполняет. Вот у нас там накопилось достаточное большое количество дел, которые комитетом ООН рассмотрели в отношении белорусских граждан против Республики Беларусь. А Республика Беларусь их читает и не исполняет. И раз в полгода, по некоторым делам уже даже 10 лет, пишет отчет. Не исполнено. Комитет спрашивает, вы же нашу компетенцию не признаете, а Республика Беларусь говорит, где что? Мы же признаем, что мы много раз уже подписались, слов своих назад, как человеческие джентльмены, и не забирали. Но это еще, что решение-то не исполняете. Республика Беларусь говорит, какие-то у вас сомнительные решения. Сомнительные. Нет, я понимаю, так комитет же только дает необязательное доисполнение, только рекомендационное дает. Глубокое ваше заблуждение состоит в том, что комитет не арбитраж, где две стороны пришли, договорились, комитет что-то такое предложил, а стороны ушли между собой, решили по-другому. Комитет это серьезнейшая штуковина, еще раз повторяю, квазисудебный надгосударственный орган, о создании которого и о компетенции которого государство договорились. Скажите, пожалуйста, как можно не исполнять то, о чем ты договорился? Они называются заключением, но они должны исполняться любым уважающим себя, подчеркиваю, уважающим себя государством, находящимся в рамках собственных международных обязательств. Комитет не имеет никаких санкций, ограничений для обязательного исполнения. Это другой вопрос. Нет, я понимаю, что было бы приятнее, если бы комитет имел возможность без санкций Совета Безопасности ООН поднять самолеты и уже помпарусь по нашей территории по одной простой причине, то есть у кредитного хамства больше невозможно. Мы по нашим мнениям считаем, что вам лучше бы вот так поступить, теоретически если рассматривать, а чтобы заставить государство это делать, он ничего не имеет. Потому что когда они его создавали, они не предполагали, что кто-то решит, признав его компетенцию и создав его, его решение не исполнять. Я, конечно, понимаю, что, может быть, тогда наивно полагали, что, в общем-то, вот эти вот созданные институты будут так работать. Понимаете, это примерно так, как вот у меня в ночью иногда бывает. И мы с ней садимся и договариваемся о том, что придется на доме к 11 часам. И мы это устанавливаем как правило. Я потом жутко, как сказать, жутко негодую, когда она приходит, например, в половине 12. Я негодую почему? Ну, во-первых, потому что я нервничаю, что вы одна оставили. Я не понимаю, как можно нарушать договоренность. И всякий раз потом говорят, как ты могла... То есть зачем договариваться, если зато этого не делаешь, да? Она была в другую разно-говорительной. Вы мне дали, например, рекомендацию. В следующий раз желательно в один раз. Это не рекомендация, это решение, которое государство обязано исполнять. Мир принуждений нет, абсолютно верно. Я понимаю, мы тут писали международный договор. Если мы его нарушили, мне следует за него что-то. А как можно подписать, если я даже знаю, что даже если я нарушу, мне за это ничего не будет? Давайте так. Вы знаете, что преподаватель, на лекцию которого вы опаздываете на 20 минут, делает вид, что этого не заметил. И поэтому каждый раз опаздываетесь на 20 минут. А преподавателю, который в этот момент говорит, что же за хам такой? Не приходишь на следующую лекцию только через кабинет декана, а еще одно опоздание, или в джинсах, или с терьбой в ухе, так вот, значит, на экзамене или на зачете... Я буду приходить. Будешь приходить. Да. Понятна психология. Не хочу, чтобы нас бомбили. Я вот задуматься, чтобы раз уж республика подписалась под этими обязательствами, да, это просто называется правилом хорошего тона в клубе джентльменов. Вот здесь вот, хоть нам и вручность, но вот это все-таки про клуб джентльменов. Так, общественные, политические, просветительские правовые. Правовые, как создалось объяснить, то есть существуют слабые в авторитарных режимах, но существует вот эта вот рамка с базы судебного наднационального разбирательства. Просветительские. Ну, достаточно большое количество обучающих, ну, к сожалению, в рамках неформального образования только, потому что образование по правам человека в белорусских высших учебных заведениях, равно как в рамках базового школьного курса по человеку и обществу, являются, ну, крайне низкого стандарта. Посему восполняется посредством, ну, насколько возможно, активной деятельности со стороны гражданских организаций. Действия политические. Оля, помогите перевести пример с политическими действиями в кровозащитной истории за последний, вот, какой-нибудь год, который мы ведем. Встреча с представителями госорганов, например, в рамках свободы ассоциаций, когда я разговариваю с этим проектом землянческих организаций. Встреча с представителями в кровозащитной истории за последний год. Белорусская правозащитная деятельность с политическими методами сегодня работает крайне слабо. Почему? Потому что вот это своего рода является иллюстрацией того, а что же между нами сегодня есть, то есть между государством и правозащитными организациями в Беларуси. Есть ли это пространство, где диалог идет, да, или это пространство, где одна сторона такая, как кровозащитная организация, но все-таки как-то туда стремится, да, а государство, в общем-то, со своей стороны не проявляет, то есть, должной и ожидаемой заинтересованности. Действия общественные. Подписание всевозможных петиций. Опять-таки, кампания, к примеру, за отмену смертной казни. Обращения, которые, к примеру, мы активно готовили по событиям 19 декабря, по вопросам пыток. Действия, которые мы производили, опять-таки, по событиям 19 декабря, связанные с мониторингом незаконных задержаний и с вопросами условий содержания в пенитенциальных учреждениях, да, к общественным действиям, что мы еще могли бы, вот, Настя, из последних примеров, вот таких, которые могут быть просто на слуху людей. Вот что резонировало в обществе? Кампания, к примеру, за альтернативную гражданскую службу, да, то есть, такие очевидные группы общественных действий, которые были предприняты для того, чтобы вообще вопрос альтернативной гражданской службы был, там, экранирован, да, то есть, для общественности. Вот это методы, посредством которых работают и действуют правозащитные организации. Говоря о политических методах, я повторяю, мы не говорим о методах прихода к власти, мы говорим об использовании политических механизмов для продвижения повестки прав человека. В авторитарных режимах вот это слабо, и в авторитарных режимах правовые действия есть слабые, но плохо работающие. И все при том, что в нормальных режимах это наиболее действенные две группы действий. Наиболее рабочие две группы действий. Общественные и просветительские – это муторно, очень долго и иногда кажется жутко беспросветным, да. То есть, когда копаешь, 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 копаешь. Ну и рано или поздно, возможно, чего-то накопаешься. Теперь про окружение, правозащитные деятельности и почему резиденты иностранных разведок. Поэтому, в общем-то, один из мотивов, которым государство считает, что диалог вести не нужен, разговор вести не нужен. Что у нас в нормальной правозащитной деятельности из международного окружения? УВСЕ. Кто знает, что это такое? Согрудничество в Европе. Абсолютно верно. Дальше. Организация объединенных наций. Со всем многообразием комитетов, отдельных процедур, механизмов, конвенций и всего остального. Значит, здесь хватит судебный орган, этот комитет ООН. Комитет ООН. Права человека. Что еще? Из международных организаций, с которыми мы постоянно движемся, из-за чего государство наше складывает впечатление о том, что мы вроде как против него. Значит, у нас еще есть Совет Европы. И у нас еще есть Европейский Совет. Вот это вот такие вот основные наши партнеры. И в ситуации, когда? Ну и плюс к этому правительство, отдельное правительство, резидентуры отдельных государств. Ну и такие очень примерные партнеры. Они про другое. Они про политическую правительство. Зачем мы туда ходим? За последние, наверное, три года, я могу сказать, что на работу с этими структурами я персонально трачу большее количество своего рабочего времени, чем на все остальное. Ну, чем на все остальное из того, что я перечисляла. Делаем мы это исключительно потому, что мы таки все-таки понимаем, что без разговора с правительством наша деятельность не может быть эффективной. То есть мы не можем добиться изменений по отдельным вопросам в связи с правами человека. Но здесь политические методы использовать мы практически не можем. Ну, используем они эффективно. И вот поэтому появляются международные организации. Они как наши партнеры. Потому что если меня не слышат здесь, то я вопрос должна поставить в отношении Беларуси в повестку ОБСЕ Беларусь, ООН Беларусь, Совет Европы Беларусь и СБеларусь. Вот на месте этом, фамилия Танкачева, Республика Беларусь не устраивает. Все, что может сделать ООН Беларусь Беларусь, мы можем сделать так, чтобы наши вопросы Республике Беларусь задавали поясню. То есть для нас это не прогулки, для нас это не тусовка среди, как правильно сказать, приятного окружения. Для нас это инструменты работы. Какое право имеют ОБСЕ задавать какие-либо вопросы Беларусь? Ну, что бы поела, я являюсь членом. Поддерживаю вашу позицию. И, например, Совет Европы тот же. И, например, не являюсь общей членом. И даже не наблюдателем. Вы, давайте я вас попрошу, разверните, пожалуйста, вопрос. Присутствует ли в Республике Беларусь? Давайте я вам задам вопрос. Понятно, что в Совете Европы, по моим представлениям, к несчастью, мы действительно имеем всего одного такого очень уводненького представителя на правах. Он там просто, как вам сказать, даже на заседание не приглашается, исключительно если они открытые, то представитель Республики Беларусь, имея кабинет в подвальном помещении, но имея, вот туда бегает, как правило, для цели потом отчет написать. Умем, что там происходило. Это вот на таких правах мы унизительно. Находимся там, где находится вся Европа. Находимся по причине того, что сами так пожелали. Мы вроде бы когда-то сказали, что очень хотим быть частью этой прекрасной европейской семьи, а потом устроили в стране серию политически мотивированных исчезновений, которые выявили специальный доклад в рамках этой организации господина Поргуритиса с вопросами правительства где Захаренко, Гончар, Красовский и Завадский. По этой причине нас попросили постоять в коридоре. К нам имеют право задавать вопросы просто потому, что они смотрят на то, что происходит в Европе. Они вообще о чем хотят, о том и говорят. Мы однажды туда попросились. Имею в виду полномочия, какие-либо они имеют вносить какие-либо решения? ОБСЕ, ООН, вне всякого сомнения, потому что мы являемся полноценными членами этих организаций, добросовестно взяли на себя обязательства перед этими организациями. Значит, то, что касается Совета Европы и Европейского Союза, это политические европейские органы, они могут разговаривать о чем угодно. Они говорят о правах человека во всем мире, равных и веканское правительство, потому что считают поделом, скажем так, небезразличным для себя. Например, в Республике Беларусь существует общество Европейской комиссии. Европейская комиссия доступна Европейского Союза. Республика Беларусь, а это дипломатическое учреждение. Республика Беларусь, если была бы не заинтересована в отношениях, то есть здесь проба конюс, я полагаю, что нет. Имеет право на осуждение? Я полагаю, что нет всякого сомнения. Причем в повестке прав человека имеют уж точно нет всякого сомнения права на осуждение, в том числе выраженные в политическом документе. Ответила нет? Можно спорить про моральное право. Это систематически, на мой взгляд, блестяще делает Евгений Новиков программ права человека в связи. То есть переплюнуть его в этом смысле, как посмели сатрапы и сами нарушительные прав человека в своих странах что-то вякать про нашу прекрасную и синевую страну. Вот в этом смысле лучшее Новикова. Я думала, что этого не делает никто, но по крайней мере, я лучшего не видела. Особенно, когда это заканчивается, меры и добра в ваших домах, то интимная диссонанс обеспечена как минимум до следующего утра. То есть просмотры каждой передачи. Можно я не посвящаю? Если не делаю это так. Потому что понятно, что народная структура, вообще-вообще любая структура, имеют, наверное, право, а иногда и возможность поставить вопросы перед Беларусью. Беларусь имеет право на какие-то вопросы не отвечать. Перед какими-то структурами она имеет обязательства, она имеет возможность не отвечать на эти вопросы. Это вот к дискуссии о санкциях, о рекомендациях и о санкциях. И на санкциях еще вообще даже не визуально. Нет, нет, нет. Ну, понимаешь, обязательства у нас есть, но мы же их не исполняем. И не им возможность не исполнять этих обязательств. У нас за это, слава богу, я с тобой согласна. Не бангар. Мне это нравится. Пока не бангар. Отлично. Но у меня вопрос другой. Беларусские правозащитники используют вот эти структуру для того, чтобы обеспечить инструмент, как инструмент продвижения рациональной цехи Беларусью. Насколько эффективный инструмент и насколько Беларусь когда-то слышит и избегает и избегает возможностей не слышать этих вопросов. Я думаю так, что если бы сегодня с государством не с Беларусью, с государством об этом бы вообще никто не разговаривал, либо было бы вполне комфортно. Вопрос заключается в том, нам эта ситуация понятна и приемлема, либо у нас другое отношение. У нас другое отношение. У нас, к сожалению, нет возможности при достаточно критических зонах с правами человека по ряду вопросов, у нас нет возможности позволить себе, государству нас не слышать. То есть моя задача и моя ответственность втянуть его как минимум в разговор, как минимум вложить ему в уши нашу повестку и как максимум заставить вести этот диалог с нами в конечном итоге. И если у меня напрямую это не получается сделать здесь, а я, предположим, я произвожу именно добросовестный набор как бы мер и действий со своей стороны, предположим, добросовестный, то тогда я понимаю, что я тогда должна эту повестку вложить, то есть вернуть в государство, но через те институции, которые он не сможет игнорировать. Сможет игнорировать. Но слышит. Причем слышит в публичном пространстве. Слышит в публичном пространстве. Либо через логи, либо через рекомендации отдельных, в частности, за прошлый год у нас три очень важных документа со стороны Организации Объединенных Наций. Это комитет СИДАФ, это конвенция, профильный комитет по конвенции против дискриминации в отношении женщин. То есть целая порезка как бы комитетом возвращена по вопросам гендерного равенства и антидискриминации в отношении женщин. Комитет против пыток. Очень такой серьезный, очень подробный документ с большим количеством конкретных примеров, возвращен комитетом как вопросы правительству и в рамках процедуры периодического обзора, постоянного периодического обзора. Тоже очень объемный документ в связи с комплексным анализом правого человека три документа от ООО возвращено в Беларусь с вопросами и с необходимостью Республики Беларусь произвести встречные действия и ответы. Все эти документы наполнены собственно говоря той повесткой, то есть нашей повесткой, которую мы не смогли разрешить здесь, то есть без участия международного вмешательства, а с другой стороны даже не смогли быть уверенными в том, что государство нас услышало. То, что когда мы, к примеру, пишем письма об этом, а нам отвечают отписками, то есть заставить как бы войти в содержательный разговор, то есть вот без вот этих вот инструментов на сегодняшний день у нас не получается. Поэтому во многом мы кто? Резиденты иностранных разведок, все, что мы делаем, это тусуемся по Европе и другим странным местам, разговариваем с еврокомиссарами, встречаемся с представителями предметов правительств и так далее. Ну кто, враги народа? Очевидно, да. Наверное, это основные вопросы, на которых я хотела остановиться. И сейчас я хотела бы перейти к дискуссии. И, наверное, наверное, вот еще что. Я повторюсь, права человека не живут в междиалоговом пространстве. Если кто-то претендует на системную правозащитную деятельность, он ставит перед собой целью втянуть государство в разговор о правах человека, в разговор о решении стандарта. Если в стране сидят правозащитники, значит, власть слабая, государство слабое. Это к бабке не ходи, прямой индикатор. Международные структуры и деятельность правозащитников на международном уровне обусловлено необходимостью использовать их в качестве инструментов достижения и изменений с правами человека внутри республики. Мы права человека Катя, дочка моей ты. Права человека это отношения к гражданинам государства, правозащитники и правозащита это щит и моберация. Это основные... А, ну и всеобщая декларация про равенство всех отрождений нам врет. Это основные тезисы, с которыми, да, я хотела бы перейти к дискуссии, возможно, после короткого перерыва, если он наружу. Сейчас. Я бы хотела еще в завершении еще перед дискуссией задать нам такой вопрос. Лекции Лури и Торби они предполагают некоторое обращение к органу. Я бы хотела для себя пояснить еще раз. Можно четко сформулировать? В чем суть этого обращения? То есть вы ставили себе целью сегодня не самовязательной для развлечения ни по правам человека и правоочередной деятельности и лишних. Что было этим посылом? Мне бы хотелось для себя еще раз понять, если нужно. нет, более чем понятно. Ну, цель первая. Это даже, я бы сказала, к сожалению, не демиферализация, это попытка донести очень простые вещи, без которых невозможно понимать права человека. а мы, к сожалению, плохо понимаем, что такое права человека. Это результат нашей общей культуры. И в этом смысле я боюсь, что в исполнении этих пробелов вы не провокационной форме не узнаем, когда мы разговариваем со взрослыми людьми. К сожалению, мы привыкли не слышать за этим словосочетанием содержание. Мы привыкли относиться к нему как к некой формальности, нерабочим, не имеющим к нам отношения, не составляющим суть наших отношений, взаимоотношений, то есть между нами и государством. И в этом смысле каждый взрослый человек в этой стране, который считает необходимым думать о правах человека, работать с правами человека, апеллировать к правам человека, мы, к сожалению, должны пройти через неприятную процедуру разбора понятия. Это первое. второе. Нет почвы для дискуссии, нужен ли диалог о правах человека. Любая попытка сказать о том, что сегодняшнее государство настолько плохо, а я считаю, что оно плохо, что мы не должны удоставить его честь и введение с ним диалога, является попыткой уведения от постановки целей и движения к решению задач, потому что ни один правозащитный вопрос не решается без участия государства. И наша задача втянуть государство в ответственные разговоры о правах человека. Эта задача в данном случае правозащита. Если нашей целью является изменение с правами человека, миру, хотелось бы сказать, что несмотря на то, что он не совершен, но при этом предлагает нам определенный набор таких вот реперных, как сказать, вернее, не так, определенный набор флажков где-то далеко. Хотелось бы сказать, что несмотря на слабость этих самых инструментов, которые мирно работал для того, чтобы влиять на ситуацию с правами человека, несмотря на то, что осознанно не создал инструментов принуждения к миру, как бы там война между Россией и Грузией, Российской стороной называлась примуждение к миру. Несмотря на то, что в рамках организации объемных наций никто не додумался о создании таких инструментов, осознанно от них не сдершался, несмотря на слабость на слабость этих инструментов, то есть они дают для нас прекрасную возможность для развития, и мы со своей стороны эти инструменты международные всячески будем укреплять, потому что и их тоже нужно совершенствовать. городу диалог идет, диалог быть, то есть возможно более качественным и с большим осознанием со стороны второго субъекта, именно государства. То есть никуда государство не деться от этого пространства, но одни его и эти инструменты несовершенны, и наше участие в их совершенствования будет быть. Спасибо.